Тихо, тихо. Солженицын, август 14-го. А вы кто? Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Надеюсь, нетрудно догадаться, по какому поводу я здесь. Есть. Ну, позвольте с вами познакомиться. Впрочем, фамилию я знаю, Платонов, а имя? Документы предъяви. Платонов Антон Денисович. Студент? Институт печати и полиграфии. Факультет журналистики. Красиво. А вот все остальное не очень красиво. Как же так, Антон Денисович? Советский студент идеологического факультета. А читайте запрещенную литературу. Изную, между прочим, за границей. Отсюда мой первый вопрос. Кто вам дал эту книгу? Я вижу откровенного разговора у нас с вами не получится. Тогда же, Данин Платонов, вам придется пройти со мной. Подождите, вам, может быть, можно как-нибудь по-другому решить? Ну, пожалуйста, может быть, как-то иначе договориться. Вы о чем? Я мог бы вас как-нибудь отблагодарить. Ага. Вы хотите предложить мне взятку? Нет, просто отблагодарить. Тогда каким же образом? Подарок, вы сами его себе купите на ту сумму, которую назовете. Я вам ее сейчас... Подарок. То есть я называю вам сумму, а вы мне ее... Ага. Интересно. Ну, ладно. Тогда... 4 тысячи рублей. Хорошо, минутку. Ладно, конечно. Вот люди. Гоняют его по ночам, бог знаете. Еще под пулю подставить могут, оплатят как инженеру. Опять-то за своё? Ну какие пули? Лёша же не в милиции работа. О том я и говорю. Человек государственные проблемы решает, а рассаду на участок на электричке возить должен. Какая рассада? Нужна мне ваша рассада. Что? А кто моими огурцами хрунчик? Кто под рюмочку всегда? Зинаида Трофимовна. Мне бы огурчика неблагодарный. Взял бы когда-нибудь свой чёрный ворон. Хоть какая-нибудь польза была бы. Мама, они своих Волгами возят. Какой чёрный ворон? Известно какой. А мне и Волга годится. За триходки и управлюсь. А вот Тонька разводится. Чем ты тогда её с дитём по врачам возить станешь? На такси в трубу вылетишь? Мама, зачем по врачам-то? А если ребёнок здоровый будет? Где ты у нас здоровых детей видела? А? Здесь ровно. А где гарантии, что это останется между нами? Ну, я клянусь, я никому. Ну, это же не твои деньги. А вдруг родителей хватится? Тогда что? Так я только с мамой живу. Скажу ей, что... ...приятель в карты проигрался и я ему одолжил. Потому что его могут убить. Я что-нибудь придумаю. Мама добрая, она поймёт. Молодец. А, ну ты это... Знаешь что, ты глупости больше не делай. Читай дома под этиялом. А не в трамвай. Да, тебе надоidersчить. Ты домойodeц... да, начинать-на. А получи тщода... но это�ow standpoint, киллая едеаааааааа. Так что ты Маша, 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 Маша! Алло, институт, не подскажешься, на кафедре русской, а мы все уже давно ушли. Спасибо. Как всегда, Саша? Пересчитай, если сомневаешься. Не собираюсь. В приемной обожди. Добрый день. Скорбные наши дела, Георгий. Создаю тебе тоже, а выручка падает. Хуже стало работать, Валентин Зинович. Лучше. Только воруют, гады. Твои же и воруют, распустил ты их, Валя. И не жалуйся. Шалом, Георгий. Шалом. Ты мне просто скажи, кто же это приговорил евреев жить в России? Наверное, ваш бог Миша. А что, в Египте вам было лучше? Ребят позови. Паренки, ребята, за все хорошее. А что там с Анилиной, Георгий Петрович? Все будет в порядке. За накладными к Зое, она теперь вместо Веры. Надеюсь, что временно. Расскажите, как излишки превращались в деньги? Кому уходили взятки? Этого я не знаю. Этого я не знаю. Я рассказала вам все, что я знаю об излишках. Больше мне вам нечего сказать. Кроме того, что Георгий Петрович честный человек. Понимаете, он честный человек. Он добрый. Это все лирика. Лирика. История с холодильниками. Бог весть, какое откровение. Только первое звено, длинная цепочка. А мне нужна вся золотая цепь. Понимаете? Вся. А сами-то вы когда-нибудь взятки давали? Я не знаю. В больнице, в эрофлоте. Я вас не буду ни ругать, ни наказывать. Я понимаю. Не все у нас хорошо. И все-таки. Ну, конечно, давала, Кузя. Один раз у меня ребенок заболел старший. Ложный круг. Умирала. В больнице не было места. Ну, как вы это делали? Скажите. Как? Ну? В конвертах. Как же еще? В конвертах? Да. В таких же конвертах. Убирка-то? У него ничего не было. Я ничего не видела. Я вам правду сказала. Не было, так не было. Значит, так и запишу. Так и запишу. Вы меня отпустите? Я доложу обо всем своему начальству, а оно уже решит. Да, кстати, вот ведь какая закалка. А ваш муж сказал, что он вместе с вами приобретал валюту, а это уже свое участие. Это неправда. Это же неправда. Мы разберемся. Мы обязательно во всем разберемся. Вы задавали мне сегодня все эти вопросы, заранее зная, что вы меня не отпустите. Ну, это же подло. Что подло? Подло узнать правду? Это подло. Да и почему я должен вас жалеть? Это есть мама, папа, в конце концов муж, который вас не пожалел. Да и что вы мне сущности рассказали? Ничего. Ты здоров? Мама, а ты почему дома? А мне на работу сегодня, позже. Ты себя плохо чувствуешь, сыночек? Мама, я взял у тебя деньги без спроса. Что ты сделал? Из коробки. Зачем взял? Почему без спроса? Так получилось. Что получилось? Что получилось? Ну ты скажи. В общем, у меня есть друг, он проигрался в карты. Ему нужно было четыре тысячи, иначе его убили бы. Я знал, где у тебя деньги, я взял и дал ему. Он обещал отдать скоро, но я быстрее отдам, я заработаю, я буду вагоны разгружать и отдам. Фу ты, я уж думала, что ты ужасный. А он не наврал, этот твой приятель? Ну просто вымануть у тебя деньги, такое часто бывает, может он вымогатель? Не, он нормальный. Он просто в компанию такую попал, подонков. Я еще тогда подумал, сейчас не помогу человеку, потом всю жизнь буду мучиться, что человека не спас. Мам, я отдам. Честно. Антон, скажи мне только честно. Ты сам проигрался в карты? Сам? Нет. Ну ты же знаешь, мам, я же не играю в карты. Все, что я тебе говорю, это чистая правда. Он так плакал. Я подумал… Нет, ну… Я, наверное, не имел права, да? Ну, конечно, не имел. Ну что ж теперь. А спасти кого-то иногда тоже бывает очень важно. Тебе не жалко? Ну, то есть… Не очень жалко этих денег. Я тебе отдам, честно. Я все отработаю. Я правда собиралась тебе купить подержанную машину. Ты же сдала на права. Придется повременить. Ну, может оно и к лучшему. Сейчас так много говори. Давай договоримся на будущее. Ты больше сам никогда не возьмешь у меня денег. Все, что тебе необходимо, я тебе даю. И даже больше. А в основном, позволь мне самой решать, как распорядиться. Договорились? Конечно. Я клянусь. Ну, как? Нормально. Что нормально? Ты послухай, как работа двигатель. А? Есть нет. Так он прошел шестьсот километров. Понимаешь? Это все равно же от моей хаты до Винницы. И все. Воно, глянь. Шестьсот километров. У то в спидометр руками никто не лазает. Я тебе говорю, тут без мошенства, все как в аптеке. А сюда глянь. Ты посмотри на эту прелесть. Вот все. Ну да. Раз. Два. Три. Четыре. А где это ты взял? А это ты из тех, чего я дивил, нет? А из кого же еще? А это правильно. А ты чего так продаешь срочно, а? А я это... Понимаешь, мы не кум. Узял Волгу. Ага. А все ее деньги пошли на строительство хаты. Ну и там я ему позычу. Понимаешь? Ну а сейчас ему же надо помогать. Твоя жизнь, надо же как-то помогать своим. А. Деньги дашь. Шо? Деньги, говорю, дашь? Да не, я в него Волгу забрал. Не понял. Ну вот эти деньги я же добавлю своих, и он же мне должен. И Волга моя. А. Вот тут по родственному. Вот это только не надо, слышишь? Вот это не надо. У меня кум, он жадный, как бакла. Понимаешь? А может, мы как-то этот весь гембль обмоем, слышишь? Бахнем по чатке? Нет. Я ж теперь за рулем. А. Ну больше я никак не могу, дорогой Гурген Ашотович. И потом шесть центнеров отборной вырезки. Ну куда вам еще, а? Очень хорошо. Пекину целую тонну отвалили. Я вам не меньше плачу. А севрюгу и того больше казалось бы, почему? Так, спокойней, пожалуйста. С Пекином у нас отношения сложились раньше, чем с вами. И объем у них значительно больше. Что касается севрюги, то вы за нее платите ровно столько, сколько и все остальные. Неловко мне как-то, Георгий. Такое богатство мне отгружаешь, а денег не берешь. Скажи, тебе ныть не надоело? Сказано же, подарок молодым. Приветствую вас, Георгий Петрович. Прекрасно выглядишь, Георгий. Спасибо, ребята, я сейчас. Вы идите, вас Люся пустят. А деньги, корней, как говорят англичане, не твоя чашка чая. Коля, довезешь и поможешь разгрузить. Здорово, друг. Здорово, проходи. Давай, давай. Мне работать надо. Заведующие филиалами так и прут, всем чего-то надо. Ну, бывай, корней. Бывает. Поехали. Тыкнем со всей душой. Все-все-все, здесь Сергеевна. Вот, прошу, только вашими милостями держимся. Ну, не надо преувеличивать, но излишки у нас тоже не резиновые. Позвольте нам самими решать, кому, сколько и почем. Да. Довезусь товар до ресторана, накладные немедленно уничтожить. В ту же секунду. Думаешь, Анилина знает больше? Вряд ли. Все опять-таки сходится на Платоновой. Она ведь старшим товароведом отдела заказов была. Да и сейчас эти функции выполняют, несмотря на повышение. Значит, механизм хищения знает досконально. А как ты себе этот механизм представляешь? Все старо как мир. Реализация излишков, черная бухгалтерия. Это еще, знаешь, в древнем Риме придумано было. Ну да, суть не нова, только финты все время новые. Особенно у таких мастеров, как Беркутов. Нет, нам тут без признательных показаний не обойтись. Платонова? Мимо. Там голова Дом Советов. К тому же у нее шуру-мур из Беркутова, говорят. Она его так просто не сдаст. Да, девушка, конечно, сложная. К ней особый подход, ключик нужен. И мы с тобой, Гена, этот ключик найдем. Легко сказать, ты вон ключик к жене найти не можешь. Заткнись. Я хотя бы еще не развелся. Ну еще не вечер. Товарищ капитан, я вам скажу такие слова, пристрелю, как собаку. Сядешь? Да, еще. Култакова и с Горковым припугнули. Мол, Беркутова, не-не. Старик струхнул, говорит, стукач есть. Требует его найти. И где же мы его найдем? Не знаю. Ты не стучишь? Я вроде тоже. Тоня! 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 Откуда у тебя такие деньги? Тонь, от верблюда, ты можешь хоть раз в жизни просто порадоваться? Всегда ж мечтала, ой машину, ой жигули, вот иди и радуйся. Радише тебя водить научу. А деньги-то всё же откуда? В рассрочку взял. Ну честное слово, другу одному услугу оказал, а он мне машину в рассрочку отдал. Потом потихоньку выплачу. Мать обрадуется. Вот это, конечно, самое главное. Спасибо на добрым слой вам. О, Георгий, рад тебе. Лидочка. Поздравляем. Спасибо. В такой вечер хочется видеть друзей. Их у тебя достаточно, Миша. Друзей много не бывает. Ну что, после фильма прошу ресторанчик посидим? Пойдём. Пойдём. Вся Америка в страшном смятении. Эйзенхауэр болен войной. Но в публичных своих выступлениях Говорит, что за мир он стеной. Пой, ласточка, пой. Мир дышит весной. Пусть поджигатель шипит и вопит. Голубь летит. На улице идёт дождь, а у нас идёт концерт. Всё идёт. Всё идёт. Осень, друзья мои. Прекрасная московская осень. Но барометр у всех советских людей показывает ясно. Капитана БХСС Апанасьев. Радусные видят новых зрителей, решивших навстречу с прекрасным, невзирая на климатические условия. И для них я исполню ещё одно произведение моего друга, не побоюсь этого слова, популярного маза Саева. Прошу приветствовать. Пусть будет. Хлопут. Думаю, пустой, пустой. Молодая. Вспомнила? Это была моя работа, опять раскрытие в ней. Жить моё, пускали ещё. Я чуть не деля. Меня бы уволили тогда, у меня жена, дети. Расстаньте от меня, пожалуйста. Раскрыть ее, я не человек, а пятый. Раскрыть ее. Встречу еще раз. Убью. Да ну их черту эту работу. Главное, я звонил. Домой, на кафедру. Потом в какой-то момент понял, что не хочет со мной разговаривать. К маме поехала. Угу. Ну, ты бы мог туда приехать. Или хотя бы позвонить. Я хотел. Даже трубку уже снял. А ты же знаешь, они меня не любят. А за что им тебя любить? За то, что их дочка постоянно одна, даже в свой день рождения? Маш, Машенька, ну не мучай ты меня. Как же жена моряков. Да не уходят на полгода в рейс. Они их ждут. А космонавтов? Причем здесь космонавт? Причем? Я тебя целый вечер ждала. Потом у мамы всю ночь не спала, проплакала. А знаешь, что самое страшное? Что я тебе не верю. Не верить, это моя профессия. Я ей себе уже не верю. Маша, ну прости меня. Прости, другая. Слушай, тебя люблю. И ты любишь меня. Прощаешь? Прощай. 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 А что это? Ты что не видишь? Это немецкий Мерседес. Ты что не видишь? Это немецкий Мерседес. А, ну тогда понятно. Красивая вещь. Это машина Беркутова, директора Елисеевского гастронома. А чего они здесь поставили? Он продаётся. Он продаётся. Здесь? Гастрономия? А почему? Он вообще не нужен. Он больше не нужен. Не спишь? Проснулся вдруг. Бориш, что-то. Нет, чепуха какая-то приснилась. Ты спи, спи, Лидочка, спи. Ну, как тебе эти тени? Новые, французские? Да, неплохо. Хотя, если честно, для дня и работы ярковато. Угу. Ты хочешь сказать, для моего возраста? Или ты хочешь, как у нее, скромная сдержанность примерной служанки? Ёлки-палки, и дернут же черт за язык. Угу. Маш, все, что ты хочешь, я в этом ни черта не соображаю. Угу, еще как соображаешь. А ты знаешь, она мне вчера хотела какой-то платок всучить из када. Говорит, у меня их два. Не знаешь зачем? Ну, по-женски, по-дружески. Ага. А я думаю, она хочет, чтобы я его носила, а ты смотрел и ее вспоминал. Я знаю. А у тебя с ней роман. Какой роман? Зоя – моя сотрудница. Доверенный человек. Угу. И проверенный. Нужно ехать. Ты поезжай, а я попозже. Что значит, попозже? У нас обход. Ну, ты обходи с ней. Без меня этот театр обойдется. А я себя очень плохо чувствую. Тогда нужно вызвать врача, взять больничный, иначе прогул. Да иди ты. Сигареты возьмешь? А, да. Спасибо. Добрый день, Георгий Петрович. Добрый день, Георгий Петрович. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Скажи, у тебя никогда не было мании преследования? Была. Она у меня и сейчас есть. Да? И кто же тебя преследует? Вы, Георгий Петрович. Люса, прошу тебя. Вы меня спросили, я вам ответила. Почта у вас на столе. Спасибо. Поехали. Эй, какого черта? Простите, я не думал, что вам так будет неприятно, я вас больше никогда не побеспокою, извините. Костя? Да. Что ты сразу не сказал? Не подошел? Я не знаю, я хотел, но мама мне все рассказала. А ты? Я ничего не стал ей говорить, и ругать ее тоже не стал. Просто она очень добрый человек, а ошибки все совершают. Просто есть такие, которые нельзя исправить. К сожалению, есть. А почему меня так схватили? Извини. Нет, ничего страшного, просто, может, вас кто-то преследует. Нервы, больше ничего. Не стоит об этом говорить. Так, у меня есть сын. Ну, а если вы не против? Я не против. Пойдем ко мне. Ну, пойдемте. Ты почему не ешь? Да не хочется, Георгий Петрович. Я тебя вот таким помню. Я тебе отец, а не Георгий Петрович. Отец. Ты понял? Да. Да, Николай Иванович. Срочно увидится. Хорошо, еду. Ну, нам нужно привыкнуть друг к другу, о многом поговорить. Это впереди. Маму ни в чем не обвиняй. Времена были такие. Куда же я его поделал-то? Хороший муж. Уже на день рождения, а он подарок потерял. Что, смеешься, да? Да нет. У него твоя борода на нервы действует. Знаете, Анатолий Васильевич, в нашем ведомстве не только я бороду ношу, ее еще кое-кто носил. Кто? Ну, это, знаешь, борода у того, у кого надо, борода. А, вот же он. Хорош? Ничего. Жене, конечно, не понравится, она в этом деле ничего не понимает. А я буду виды снимать. Вот что, Анатолий Васильевич, у меня есть кое-какие соображения по поводу нашего крота. Антон! Что вы здесь делаете? Вы все-таки нарушили мой запрет, почему? Не знаю. Просто очень захотелось вас увидеть. Мне уехать? Да, и, пожалуйста, поскорей. Я не хочу, чтобы вас видели здесь мои родители. Хорошо. Вот я привез вам вашу книгу. Это вовсе не обязательно. Вы могли мне и отдать ее в городе. Зачем вы так себя ведете, а? Как? Навязываюсь. А если бы здесь был мой муж? Ну, ведь его нет. Откуда вы знаете? Мне так кажется. Молодой человек, вы слишком много на себя берете. И что это за манера влезать в чужую жизнь? Все это по-детски, Антон. Давайте книгу и прощайте. Может быть, вы меня проводите хотя бы до электрички? Извини, что без предупреждения тебя выдернул, но все оказалось серьезнее, чем я думал. В общем, Веру Анильну не освободят. Из нее компромат выбивают на тебя. Но через тебя хотят нас достать. Да. Ну, ничего, не паникуй. Нас так просто не проглочишь. Подавишься. Вон мы аримина отбили. Все дело закрыто. И тебя отобьем. Отобьем. Ну, повышенная осторожность не помешает, конечно. Клиентам аппетиты поумерь. И рассчитывай каждый шаг. Ничего, на войне-то пострашнее было. А с почтовыми отправлениями как? Это только нам. Больше никому. Только нам. Костиков скажет, как дальше действовать. Вообще надоел этот Чернышевский с его смыслом жизни. Между прочим, жизнь-то проходит? Ой, пастушок пока поется. Была бы жизнь, а смысл не найдется. Да? Да. Почему он такая грустная в последнее время? Грустная? Ну да. Со стороны же виднее. Ну, не любите своего мужа? Сколько раз я тебе говорила, не смей даже лезть. Он мой муж, моя семья и моя личная жизнь. Понятно? А вы моя личная жизнь, понимаете? Уезжай. Я вас люблю. Уходи. Уходи. У тебя? Вызывал? По срочному. Разрешите, товарищ генерал. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Разрешаю, разрешаю. Но если надо, давай потом. Меня на Лубянку вызвали. Мы обнаружили документы, в которых есть факты, касающиеся первых лиц Москвы. Факты весьма и весьма серьезные. Можно сказать, порочащие. Тише ты. Они у тебя с собой? Так точно, в этой папке. Дверь закрой. Есть. Черт, а, интересно, конечно. Но сейчас прочесть не успею. Вот вернусь с Лубянки, тщательно проштудирую. А пока идем, опаздывать не имею права. Что, действительно так серьезно? Боюсь даже комментировать. Зонадово отъеду. Всех, кого вызвал, перенесем второй половины дня. Пошли. Билет в театр. Директорскую ложу. Ушаков еще утром передал. Что слышно, Георгий Петрович? Выпустят Веру. Я вчера детей его навещала. Продукты отвозила. Они такие тихие и грустные. Они все понимают, но об аресте родители знают. Мать Веры проговорилась. Ну и как такое скроешь? Сердце за них болит. Хороших новостей пока нет. Старшинов сказал, что... Ну, в общем, идут допросы. Будем надеяться, все обойдется. Ты сегодня очень грустный. Что-то еще? Выпьешь со мной. Если ты хочешь. Да, хочу. Я очень многого хочу, но слишком мало могу себе позволить. А раньше себе позволял. Все было так хорошо. Устала. Жить у всех на виду, отлигенной ревности. Все время себя чувствовать преступником. И на работе, и дома. Перестань. Ты хорошая. Я от тебя ничего не требую. А знаешь, у слова «хороший» есть много значений. Вот застрелил кто-то бабушку со ста метров. И можно назвать его хорошим стрелком. А где Лида? Да, приболела вроде. Если серьезно, все плохо. И с Верой, и кроме Веры. Люсенька твоя нервничает. Ни секунды покоя. С каких это пор ты стал запираться? Привет, Лида. Привет. А Георгий Петрович сказал, ты приболела? Я уже выздоровела. И мне кажется, вовремя. Бобьё. Странно. В коробке 16, а в накладной 22. Ты не проверял остальное? Обычно такого не бывает. Я даже не обратил внимания. Но никто же не будет обманывать Георгий Петрович? Валентин, мне нужно перебреть Свети Александровны. Оставьте нас на минуту. Лида, ну что ты вытворяешь? Ставишь меня в идиотское положение. Ну нет у нас ничего, Зоя, нет. А зачем пил коньяк, мне за закрытой дверью? Брось, я тебя знаю. Так ведь это и есть мое алиби. Ну было бы что-то. Неужели я такой дурак, стал бы рисковать на работе? Умные тоже глупости делают. Я клянусь твоим здоровьем. Ты своим поклянись. Моим не надо. Что ты права? Я клянусь своим здоровьем. Старшина меня расстроит. Веру не выпустит. И под нас копает. Я это чувствую. Опасно? Пока вроде нет. Защита работает, но... А ты не очень надейся на эту защиту. Если прижмет, они тебя не пожалеют. Слепая доверчивость та же глупость. Поэтому хоть ты и не доверяй. Да как мне тебе доверять? Я же знаю, что он давно по тебя клинья бьет. А я здесь при чем? Хотя это типичное преувеличение. Уволь ее. Выбрось из головы. Сейчас каждый свой человек на весь золото. И знает нас слишком много. И на каком основании? Твоя ревность? Ты меня ко всякой ревнуешь. Даже к уборщице Нюрии. Вот ее я точно уволю. Сплетница. И работай плохо. Известный прием. Перевести на что-то? И зубы мне заговаривались. Ладно, иди. Горбатого могилы исправить. Кстати, надо российского подбавить. Стоять. Руки на стол. Я... Я присвоя искал. Генерал приказал. Разберемся. Разберемся. Руки. Русские representative Конец. Русские х centers. Субтитры создавал DimaTorzok